Страсти на поле Могли произойти замены и ротации сборной областной, поэтому мы должны были быть в форме. Андрею Притчину нужно собраться с силами быстрее всех. 14-летний спортсмен в этом году завоевал титул чемпиона России и выступил на первенстве Европы. Стал пятым, но жалеет об этом. Говорит, допустил тактическую ошибку и уступил сопернику. Теперь он собирается взять реванш, поэтому приходится упорно тренироваться. В доле чаги бывают седние, бывают верхние. Средние – это для удара по корпусу, а верхние – в голову. Помогает с этим противником? Да, иногда бывают нокауты. Чтобы получилось идеально, нужно выполнить прием как минимум пару сотен раз. Кроме регулярных занятий, нужно соблюдать и строгую диету. Андрей признается, любит сладкое. Но его может себе позволить только после поединков. Все эти жертвы ради победы. У него впереди новые соревнования. Стартую на сборы в Рязани. И оттуда уже в Корею. Пока же Андрей присоединяется к футбольным баталиям. Его соперники на поле не только парни, но и девушки. София Витошкина сегодня вратарь. В прошлом году девушка вошла в тройку сильнейших спортсменок России. В этом она еще не знает, на какие соревнования поедет. Сезон начнется только в сентябре. До этого токмандисты будут приводить себя в форму на сборах в Первоуральском санатории. Режим уже известен. Три тренировки в день. Зарядка. Утренняя тренировка и вечерняя. Зарядка где-то около 40 или часа минут. Вторая около двух. И третья так же. София из тех, кто считает, что без тренировки день прошел зря. Ее мнение разделяет и Андрей Смирнягин. 14-летний спортсмен входит в сборную области. В этом году он уже ездил на всероссийские соревнования. А теперь готов тренироваться хоть дважды в день. Лишь бы стать лучшим в стране. А не жалко лето подразить на тренировки? Нет. Почему? Так нравится уже. Все уже привык. Вместо тренировок тяжело уже. Скучно. Завтра ребята приступят к привычным тренировкам и выйдут в зал в своей обычной форме. Александра Поддубная, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.